Донбасс Почему узнал Александр Билибов Изменение Конституции Украины Без консультации с народными республиками Донбасса Нелегитимо В случае, если Киев в одностороннем порядке Внесет поправки в главный закон страны Признавать их здесь, в ДНР Не намерено Такое заявление накануне сделал спикер Народного совета ДНР Андрей Пургин По его словам, односторонние действия Украины По изменению Конституции Еще раз показывают, Киев не собирается Выполнять минские договоренности И решение глав государств Нормандской четверки Конституционные изменения Украина обязалась согласовывать с нами То есть вчерашнее заявление Гройсмана Что они уже согласовали текст И будут выносить текст изменения Конституции На голосование и дальнейшее принятие Без нашего согласования Это еще один показатель того Что Киев вообще не собирается продолжать Никакие движения В сторону минских договоренностей Которые были достигнуты до этого Ну и вы сами видите Что объявлена мобилизация Постально задача мобилизировать 200 тысяч человек Это очень много Постоянно выпрашивается Покупается Выклянчивается Оружие со всей территории мира Где только можно Особенно восточная Европа Там где сильны сателлитные настроения В сторону США Приезжают инструкторы Приезжают легально Уже легально Больше тысяч инструкторов Находятся здесь Там 200 канадцев Американцы Англичане И так далее И тому подобное То есть Украина готовится К большой войне И в принципе абсолютно Не выполняет никаких движений Нет даже подвижек Каких-то Ну К минским соглашениям Политик подчеркнул Что работу По согласованию По правам в конституцию Необходимо развернуть В рамках Минской контактной группы Если Украина Будет менять конституцию В одностороннем порядке Не считая с Донбассом То признание изменений По факту Со стороны ДНР Не будет По минским договоренностям Республика Имеет на это Полное право